Есть ли общие причины, из-за которых может провалиться любая стратегия бизнеса? Спасибо за вопрос, Лили, очень актуально. Я выделю несколько основных вещей, на что я делаю упор в консультациях. Самое важное, как мы сферально заметили до сих пор, это нехватка информации. То есть это сбор информации, который важен на сбор фактов. В моменте «здесь и сейчас» и желательно тех или иных утвержденных, но может быть еще не зарегулируемых перспектив, либо каких-то изменений в законодательстве, либо в налоговом праве или еще где-то. Вот это все первое, что я упираю в основных вещах, когда строится стратегия. Второе – это важно периодичность выделения времени для стратегии. То есть мы очень часто, мои клиенты, я уверен, что ваши погрызают в рутине и не выделяют время на хотя бы час, неделю или больше, на отслеживание вообще, что происходит на рынке и на рынке их услуг, либо вообще в той стране, либо в том секторе, в котором они находятся. И третье, я бы сказал, что это формирование четких целей, поддержка которых будет… Ну, я рекомендую на всех уровнях, но желательно хотя бы на уровне менеджмента. То есть это сбор и обмен информацией и построение именно общих целей как команды. Потому что очень часто я встречаю, что руководитель думает определенным образом, бухгалтер по-другому, менеджеры по продажам – третьему. И они по факту воспринимают цель по-разному. Цель, я имею в виду, по стратегическую цель. Там это либо увеличение рынка, либо это, скажем так, увеличение количества клиентов, либо снижение затрат. И здесь очень важно, чтобы у всех была, скажем так, одна бумага на столе. И она воспринималась одинаково всеми. И была утверждена обязательно всеми. Я вижу вот эти основные причины, которые очень сильно влияют на успешность стратегии. Ну, как бы вообще развитие. Какой совет вы бы дали компании, которая, к примеру, стартап, она смотрит на релокацию своего бизнеса, заезжает в новую юрисдикцию. Я вам скажу, что иногда клиенты, или может быть даже не клиенты, а для нас, для советников, ответ очевиден. А какой же совет мы должны дать такому бизнесу, который заезжает в новую юрисдикцию? Но все-таки бы хотелось от вас получить такой развернутый ответ, уже бывалый, что ли, чтобы он запомнился. И для наших компаний, которые переезжают в юрисдикцию, пусть это будет Великобритания или любая другая, мне кажется, что вы, может быть, сможете посоветовать. Спасибо, очень важный вопрос. Лили, здесь в первую очередь, как в любом деле, важно изучить, соответственно, ну, как бы сказать, да, давайте так и местность, да, то есть здесь важно не жалеть денег и время на исследование рынка и на его действительно там, ну, на сбор фактов, ну, или именно экспертных мнений тех людей, которые, как я говорю, находятся в индустрии. Да, то есть, да, есть агентства, но они иногда очень много продают, продают даже, да, как мы знаем с вами, да, интерпретации, либо каких-то там, не знаю, как бы сказать, некачественных данных. Вот, поэтому здесь важно при входе на рынок, да, собирать четкие данные в первую очередь, да, выбирать надежных экспертов, да, которые проверены по фактам через знакомых, либо через отзывы, либо еще каким-то образом. И третье, конечно же, общение сейчас с этим, ну, чуть легче и сложнее, да, особенно если мы говорим про путешествия, как мы знаем сейчас, это тоже, да, определенный случай, особенно если смотреть там из разных стран, да, вот, то я еще рекомендую, да, очень сильно при входе на рынок рассмотреть вариант партнерства. Ментально, да, мы с вами понимаем, что очень многое связано с ментальностью, да, как бы наше, как бы там, не знаю, что привычно, что, как бы, как я работаю на локальном рынке, допустим, я там, не знаю, контролирую все, и, соответственно, партнеров не принимаю. Или уже обжегся. Обычно такая история. Вот, и, соответственно, здесь, почему я говорю партнерстве, потому что партнерство будет как раз win-win, то есть, как бы выиграл-выиграл, та ситуация, которая, соответственно, вы предоставляете ему, допустим, да, какой-то продукт, который будет совершенней, либо вообще как шерить его, да, там, соответственно, присутствие, а он вам по факту экономит время и, естественно, деньги для входа на рынок. И здесь надо четко понимать, что вы не женитесь на всю жизнь, да. Это исключительно, как бы, как мы знаем, многие корпорации, допустим, при входе на рынок обычно, да, либо покупают кого-то, либо входит в партнерство, потом выкупая их, да, эти компании. Вот, и здесь мы не сильно не отвечаем, ну, не то, чтобы мы, под мы я воспринимаю там средние и там, не знаю, чуть более средние компании, да, которые, наверное, являются и моими, и вашими клиентами. Не поленитесь, да, найдите в LinkedIn, найдите в Google, да, напишите, соответственно, предложите, да, покажите себя. И, ну, в конце концов, в принципе, тоже можно запросить поддержку, ну, по факту, да, то есть, как бы, ну, запросить именно там ту или иную платформу, которая, ну, то есть, объяснить, зачем именно это нужно, да, зачем и что вам нужно. Вот. Ну, и третьим очень немаловажный фактор – это, естественно, прямо выбрать правильных партнеров по сетапу, да. Это получение юридической консультации и налоговой консультации по учреждению компаний, там, выбора юрисдикции даже иногда, как мы знаем, да, есть офшорные определенные юрисдикции в Англии, которые позволяют экономить, но там тоже есть свои нюансы, да. То есть, правильно подойти к структурированию бизнеса и входа, да. То есть, вот мои, наверное, три или четыре рекомендации, которые важны при входе на рынок. Какие стратегии бизнеса работают в 2022 году? И есть направления, которые вот гарантированно приведут к успеху или точно уже нет, они уже не работают, это все устарело? Что показывают последние времена, да, это сокращать срок стратегии, да. А по факту это меняться, ну, не четко каждый день, но каждый месяц, да. То есть, как мы видим, это ковиды, эти энергетические кризисы, это и политические изменения, да, которые происходят в стране или там в странах, да, как мы видим, достаточно быстро, изменения налоговой политики, все остальное, они не позволяют выстраивать, ну, вот текущий мир, да, он, я бы сказал, все больше и больше движется к цифровому, а цифровой мир – это скорость, да. И вот как раз, я говорю, скорость реакции и изменения, даже если смотреть долгосрочные стратегии в моменте, это одна из самых важных залогов успеха вообще, в принципе, развития компании. Это первое. Второе по поводу, как бы сказать, самой выигрышной ситуации, но здесь, опять же, я верю в две вещи, да. Первое – это ценить, отвечать за свои слова, за то, что вы публикуете, за то, что вы декларируете и за то, что вы, те услуги, которые вы предоставляете. Дело для клиента больше, чем он ожидал, быстрее, чем он ожидал. Это всегда выигрышная стратегия, которую я обучаю, ну, или там, или рассказываю своим клиентам. Второй очень важный момент, да, это слушать клиента и четко понимать и узнавать его цели и те задачи, которые он перед собой ставит. Быть максимальной поддержкой для этого. Ну, в частности, как вы, действительно, я уверен, что в связи с этим мы расширили свой спектр услуг до, как бы, ну, органично, да, по запросу. И здесь вот яркий пример абсолютно, как бы, низкий вам поклон, и, как говорится, и успехов в этом начинании. У многих, опять же, вот, скажем так, постсоветской ментальностью очень сложно менять ее на то, что клиент прав и, в принципе, как бы, или там, я не прав, да. Вот, наверное, я бы сказал так. То есть это четкие сроки выполнения тех, как бы, обязательств, которые вы даете клиенту. То есть это справка, это ответ, это коммуникация, это, ну, да, четкость и выполнение тех сроков, которые вы заявили, да, и того качества, да, услуг, которые есть. То есть вы прям описали наш контракт с клиентами, там, где все прописано, и на всякий случай сроки немного завышены, просто чтобы потом вы не могли ответить за те услуги, за то слово, которое мы даем. То уже не работает. То есть если стратегия, раньше, которая работала, а как, есть такое, что не проходит уже. Это что, факс не прошел или мы факс не получили? Мне кажется, некоторые молодые люди даже не знают, что такое факс и что такое пейджер. Да, 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 вы правы. Смотрите, не проходит стоять на своем. Соответственно, не учитывать, да, клиентский запрос. Если он хочет в WhatsApp, значит, это WhatsApp. Если он хочет Telegram, значит, это Telegram. Да, то есть, как мы знаем, электронная почта сейчас тоже уже уходит на вторую роль. Гибкость максимальная. То есть вот чем будете вы как бы консервативнее, да, как мы знаем, здесь в Англии это самое очень классное, ну, как бы такое популярное слово, тем я рассматриваю, ну, только если вы не уникальный там поставщик, не знаете, там, ложек Королевского дворца, тогда, наверное, вас нет. А так вы, ну, с большой вероятностью будете терять, вернее, уже теряете каждый день свой уровень. Самое, я считаю, что проигрышная ситуация – это стоять на месте и считать, что у вас все хорошо. Ну, и хорошо, я имею в виду, что вам комфортно. То есть выводить себя из зоны комфорта. А вы с этим помогаете? Я слышала, что вы предоставляете менторские услуги и держите наших стартапов и клиентов, которые все-таки решились открыть свой бизнес за руку и помогаете им пройти этот сложный путь или хотя бы так переделать вот этот первый шаг, переступить порог. Есть ли какой-то, не знаю, универсальный майнсет, стандарт, по которому можно всем идти, можно написать путеводитель, книгу, и вот мы уже там. Мой подход формируется на немножко переосмыслении, ментальное переосмысление вообще видений предпринимателя-бизнесмена. Что я в это вкладываю? Я вкладываю в это, что я помогаю ему разобраться, какой у него продукт по факту, какие его компетенции положить на сильные и слабые стороны. и помогаю ему искать большинство ответов в зеркале, в самом себе. Да, это непросто, это самое сложное. И я помогаю жить в фактах. То есть различать очень часто, я сам это тренирую уже долго достаточно, но как бы, ну, жизнь фактов, да, вот. Но наш мир на 50 минимум процентов основан на интерпретации. Это минимум, по моему мнению. Я показываю новые возможности. И по-хорошему обучаю, как искать эти возможности. Вот, наверное, так. Если мы говорим о каком-то бизнесе, который предоставляет консалтинговые услуги, скажите мне немного, первая встреча, как она проходит? Смотрите, ну, первая встреча – это я прошу его собрать, соответственно, там, теленные факты и дать справку от бизнеса, да. Вот. И здесь обычно очень часто клиенты уже начинают, ну, не то что плавать, но не собирать, там, не знаю, метрику, не оценивать, там, не знаю. В конце концов, даже, не знаю, там, вообще рынок оценить, да, как бы, есть ли методика, да, то есть, где они, почему у них такая ситуация, да, какие причины сейчас именно, да, в этом моменте. Вот. И второе – это понять, ну, как бы, понимает ли он, что текущая ситуация в бизнесе – это проекция его, как собственника. Да, и проекция, ну, не то что проекция, а что он, по факту, это все создал, а не, там, знаете, как любят в советском пространстве, да, винить, там, не знаю, каких-то других менеджеров, да, то есть он принимал решение, он отвечает, он несет полную ответственность за то, что происходит с его бизнесом. Вот, наверное, основное, на что я, ну, как бы, располагаю клиент на первой сессии – это вот это. А если, вот я хочу подумать, потому что, смотрите, мы для одного из клиентов мы нашли консультанта, который квалифицирован как бухгалтер, чартерный бухгалтер, который пересмотрел всю финансовую структуру бизнеса. Бизнес, про который мы говорим, это был ресторан. Ресторан дошел до того момента, как будто продукт интересный, и сам ресторан интересный, и локация очень хорошая, но вот что-то бизнес не идет, что-то в нем не так. То есть мы начали смотреть первоначально, да, на бухгалтерию, финансы, а что же у нас там, но оказалось, что проблема была совсем не в том. То есть к чему я веду? К тому, что с кого начинать, когда второй клиент, который к нам обратился, у него салон. Предоставляют различные услуги, и парикмахер, и бьютишн, и там какие-то еще добавочные специальные процедуры. Вопрос в том, что владелец не мог распределить, с чего начать, на что смотреть. То есть нужно идти к бухгалтеру, проверять налоги. Почему прибыли нет? Потому что все платят, цены очень хорошие. ЛИС на аренда жилья тоже, не жилья, а помещение самого очень низко, на очень выгодных условиях. Но что-то идет не так, потому что некоторые люди трудоустроены, некоторые работают сами на себя, некоторым мы просто сдаем там, не знаю, какие-то столы или стулья. Когда этот клиент пришел ко мне, начали смотреть, опять же-таки, на финансы, на структуру, кто владелец, кто менеджер, какие у нас ключевые работники находятся. Но с такими клиентами, которых мы можем найти много, вот на каком этапе нужно осознать, мне нужна помощь, и мне нужен гуру в бизнесе, который придет, посмотрит, это кто? Это вы? Это юристы? Это бухгалтера? Или мы можем объединиться и найти какого-то волшебника, который взмахом волшебной палочки просто все решит? Вот какой ваш совет, к кому мы идем? Кому мы идем? Ну, вы смотрите, здесь правильно очень, как вы правильно заметили, мы же не идем в булочную, чтобы лечить зубы. Поэтому здесь, чему я тоже, и чего я помогаю, как консультант, я еще делаю introductions, допустим, ваших услуг или еще кого-то, то есть по направлению, которое у клиента хромает. Но перед этим мы сначала выявляем, что эти направления хромают. А с общим вопросом, начиная с того, что не изобретать велосипед, а просто понаблюдать, что происходит у соседей, которые ты знаешь, что успешны. И почему их строится успешность, осознавать это тоже. Это очень помогает. Второй самый сильный фактор – это сбор обратной связи от клиентов, от партнеров, от, да, что вам не хватает, да, что не хватает. То есть не то, что надо изменить, а чего не хватает. То есть вот не учет как минимум этих двух факторов, ну, или двух действий, да, уже, ну, как бы, не дает четкую картину вообще, что происходит с бизнесом. Вот, поэтому вот на базе этих двух факторов, да, после сбора, вы правы, здесь можно начинать, как бы, ну, в любом случае с головы, да. И, как бы, я в этом случае, соответственно, дальше говорю, вот, смотри, у тебя, ну, соответственно, там, здесь все хорошо, давай разберемся, что с финансами, да, допустим, там, не знаю, есть учетная система, нету, есть клиент, ну, как бы, клиентские, CSRM, да, или какая-то еще какая-то система, да, то есть какой уровень у тебя, там, не знаю, цифровизации, какой уровень описания трудовых, там, не знаю, договоров, обязанностей, ролей, зон ответственности и делегирования и все остальное, и принятия решений, да, насколько он оцифрован, насколько он принят сотрудниками, осознанно принят. Это самое важное. То есть в первую очередь, да, машина – это хорошо, ну, то есть это цифровизация, но она дает, ну, в моих предположениях, там, от 10 до 20 процентов, там, возможно, экономии, ну, смотря, как у нас масштабы бизнеса, да, вот, и это что позволяет зарабатывать чуть больше. Но по факту все строится, если мы говорим о реальных бизнесах, о которых вы упомянули, да, это в любом случае люди, да, и тут важно работать с людьми. Не то, что работать, а осознавать, что вот там, как ты построишь структуру, как ты выстроишь команду, так и половина твоей лодки. Спасибо. Я хочу также спросить у вас, вы просматривали вашу статью, в которой вы ссылались на китайский иероглиф кризис, который составлен из двух знаков – опасность, возможность. Вот, насколько я помню, мне коллеги сделали пометку, вы рекомендовали искать возможности и осознавать опасности. Да. Давайте поговорим о Великобритании в настоящий момент. Конечно. Что вы видите в бизнес-среде? Спасибо за вопрос, да, действительно, очень тоже важно смотреть под возможностями. Я вижу сейчас рассмотреть, да, там, как бы, ну, быть быстрее, динамичнее, чем другие, да, смотреть, где свои сильные стороны, и кого, ну, и ту, и занимать большую часть рынка, если, как бы, ну, она, опять же, остается такой же. Да, то есть, как мы знаем с вами сейчас, точно, там, кризисные времена, связанные, там, с энергетическим, с трудовыми после Брексита, да, с отношениями постковидные, там, тоже на трудовые ресурсы оказали очень сильное влияние, изменение арендного бизнеса и вообще рынка недвижимости. То есть, вот эти все факторы, они расчистили от расслабленных, как я называю, предпринимателей. То есть, кто довольствовался текущей, как я говорю, жизнью и не думал, допустим, об онлайн-бизнесе, не думал о предоставлении обучения клиентам, как вариант, да, не думая о запуске вот таких же вебинаров, не думая о, там, не знаю, ну, то есть, вот, не расширяя свою, скажем так, спектр своих услуг. И я вижу вот эту основную возможность, что занимать место этих клиентов в тех локациях, либо в том... И на текущий момент, с учетом после ковидного бума онлайн-бизнеса, это достаточно легко сделать. Просто вложение именно в таргетинг, вложение в платформу и построение, как бы, тех или иных, там, точек поддержки клиента. Это я оценю как возможность. Под рисками, а в зеркальной ситуации, самый большой риск – это ничего не делать. Ну, то есть, по факту, да. И думать, что все вернется на круги своя. Вот я такой, ну, то есть, вот, это достаточно тоже привычно, опять же. Я слышу это от многих клиентов. Мы помним с вами, вот, сейчас ковид закончится, потом он опять закончится, потом еще, ну, как бы, да, там, мы все ждали, ждали. Но при этом, нет, надо сделать и работать и меняться сейчас. Да? И прописывать эти сценарии наперед. Есть такой пример из одной из книжек, да, по-моему, Брайан Трейс, там, по-моему, компания Shell или другая, у них была книга с 600 сценариями, да, соответственно, как бы, что будет, ну, они плохие сценарии, да, я имею в виду, допустим, там, включение света, война, еще какие-то вещи, да, там, не знаю, ураган, шторм, там, смена правительства, бунт, там, не знаю, там, ну, то есть, вот такие все вещи. И проведение сценариев, что позволяет, по факту, больше всего дестабилизирует как руководителей, так и сотрудников, это неопределенность. А когда у тебя прописан сценарий, да, или хотя бы наброски этого сценария, да, у основные шаги действий, то ты выживаешь быстрее. Ну, и сохраняешь спокойствие, что самое важное в кризисные времена. Спасибо, спасибо большое. Да, Лиля, спасибо вам за вопросы, давайте тогда я, в свою очередь, задам, у меня тоже накопились от моих клиентов вопросы, да, и, если вы позволите, я здесь их вам тоже, может, в какой степени зачитаю, потому что недостаточно такие емкие, вот. В том числе, да, то есть у меня клиенты активно присматриваются к Великобритании, да, и как будущую юрисдикцию для своего бизнеса. И особенно сейчас, конечно же, идет тренд инноваций, это бизнесы в сфере net zero, то есть минимальных или нулевых выбросов, да, это так называемый ad tech, то есть как бы обучение онлайн, как я вижу, да, и, естественно, медицинский и фармакологический проект. И как вы считаете, какие главные преимущества в Великобритании для открытия и ведения бизнеса по сравнению с другими странами, на ваш взгляд? Спасибо огромное за вопрос. На самом деле на этот вопрос я довольно часто отвечаю, и несмотря ни на что, несмотря на Brexit, несмотря на политическую обстановку в Великобритании, я верю в эту страну. Прожив здесь более 20 лет, я могу ее назвать стабильной. Даже если у нас выступают какие-то изменения, я всегда советую клиентам рассмотреть эту юрисдикцию. Она непростая, она не из дешевых, но в Великобританию идут за постоянством, в Великобританию переезжают за то, чтобы у ваших детей было право выбора. И нужно вам британское гражданство или нет, вас никто не спрашивает, потому что вас учили укладывать все свои силы, возможности ваших детей. Вы их здесь обучаете, вы здесь получаете постоянное резидентство, британское гражданство. Что потом будет с вашим бизнесом, уже вам не так интересно, потому что за 6 лет, пока вы не получите британское гражданство, вы уже привыкнете и к налогам, и к бизнесу, и ко всему, что с этим идет. То есть, с моей стороны, это постоянство. Конечно же, Великобритания – это нетворкинг, это контакты, это огромные связи в одном городе, на одной огромной платформе, которая уже потом позволяет уже свои щупальцы, отправляет там, не знаю, в Дубай, в страны СНГ, Китай. Но хаб всегда остается в Лондоне. Не имеет значения, какого размера у вас бизнес. Это маленький, большой, средний. Потому что вы в Великобритании, вы всегда найдете себе здесь клиента, которому будет интересен ваш продукт или сервисы, которые вы предоставляете. Если в течение ведения бизнеса у вас возникнет идея «вот все, это не мое», Великобритания вас поймет и примет. Вас никто не будет смеяться, если вы пойдете в 60 лет защищать магистра. И вы здесь будете жить с удовольствием. Конечно же, нужно привыкнуть к тому, что есть определенное правило, по которым вы должны жить. И если вы живете по этим правилам, к которым вам нужно будет привыкнуть, не имеет значения, с какой юрисдикции вы сюда переезжаете. Но если вы живете по ним, вам будет житься легко. И у вас не будет проблем. Да, абсолютно с вами согласен, Лили. Спасибо за полный ответ. Хотел спросить. Здесь увидел статистику, что количество корпоративных споров за последние 7 лет как минимум прирастает на 20% ежегодно. И основную массу, более 70%, то, что упоминается, при этом обеспечивают именно компании малого и среднего бизнеса. Ну, по факту, наверное, часть из ваших клиентов в том числе. И возможно, это просто потому, что не умеют договариваться, как мы всегда знаем. И как вы считаете, я опять же базируюсь на вашей практике, как можно защититься юридически, чтобы избежать таких конфликтов и, естественно, сохранить контроль над бизнесом? Ну, чтобы защититься, нужно уже планировать, как вы будете разводиться со своим партнерами или со своим бизнесом. Надеясь на то, что этого никогда не случится. Это как страховка на жизни. Она у нас есть очень хорошо. В некоторых случаях, если у вас есть ипотека, это обязательно дело, которое нужно иметь, страховку на жизнь. Она вам не нужна. Никто не собирается умирать завтра. Но она есть и вы защищены, то есть защищена ваша семья. Точно так же вы должны относиться к бизнесу. Почему? Первая часть вопроса была о процентной ставке. Почему так много спорных вопросов? Потому что Великобритания дает возможность этим вопросам возникнуть очень легко. Если у вас кто-то что-то не оплатил, у вас есть контракт или у вас есть инвойс, который не оплаченный, это очень легко сейчас делать заявление в суд онлайн и отправить петицию на то, что вам кто-то что-то не оплатил. Чего люди не понимают, что на этом все не заканчивается. Это не означает, что вы заполнили очень простую форму, заплатили услугу суда, загрузили свой инвойс и вам все выплатили. На этом очень редко что-то заканчивается. Обычно вы продолжаете все судебные разбирательства, которые занимают кучу времени. В большинстве случаев они прерываются на полпути. Вы потратили деньги, вы потратили средства, но кто вам не вернул те первоначальные 2000, которые вы хотели, чтобы вам оплатили за те услуги, которые вы предоставили. То есть мне кажется, в нашем мире есть своего рода недопонимание. Судиться в бизнесе это очень дорого. Это очень долго. Для того, чтобы защитить свой бизнес, во-первых, нужно понять, что это вам нужно, вы обязаны его защитить, вы обязаны защитить свои интересы. Два партнера встретились, лучшие друзья, прям с детской, со школьной площадки, со школьной парты, пожали друг другу руки, отпраздновали. И вот у нас стартап. Стартап проработал пять лет. Кто-то женился, кто-то вышел замуж, кто-то развелся, у кого-то было другое направление, кто-то поменял юрисдикцию. Это означает, что бизнес под угрозой, он расходится. Почему он расходится? Не имеет значения. Почему? Имеет значение, как вы будете его делить, потому что должно же быть по-честному. По-честному не получается, потому что у каждого свои направления в бизнесе. То есть с нашей стороны мы всегда говорим клиенту, когда мы помогаем инкорпорировать компанию в Великобритании, мы всегда идем чуть глубже и смотрим, кто у нас конечный бенефициар, кто у нас держатель акций, какие соглашения мы можем подписать или предложить клиентам подписать. Пусть они будут самые стандартные, самые простые, но они будут или хотя бы мы имели возможность предупредить держателей акций, как это все будет работать. Какая ответственность директора, почему компании один или два или три директора и так далее. То есть для меня это как союз. Мачный контракт все больше и больше людей подписывают до того, когда заключают. Абсолютно. Идут в ЗАГС. То есть со стороны бизнеса все то же самое. Супер. Спасибо, Лили. Да, очень подробно. Как мы и говорили, да, формируйтесь, создавайте факты, а не думайте, что партнер думает так же. Каждый предприниматель знает, что время – деньги, естественно. Вы частично ответили, при возникновении споров, чем быстрее и дешевле можно их решить, тем лучше. Но вот кроме, не только что кроме, как мы знаем, какие юридические инструменты разрешения споров существуют в британском праве и как оценить расходы на них? Наверное, предпринимательные. Да, я действительно ответила на часть этого вопроса уже, потому что для меня это важно, для меня это больное. Я всегда пытаюсь объяснить нашим клиентам, что начинать судебный спор – это самое последнее, что они должны делать. до того, когда вы примете решение, что кроме суда другого пути для вас нет, вам нужно взвесить все за и против, а лучше всего посчитать, сколько это вам будет стоить и стоит ли. Посчитал, сколько стоит и решил, что не стоит. К сожалению, некоторые мои коллеги, они вас будут предупреждать о том, что спорный вопрос – это дорогой вопрос, но они не будут вас уговаривать не начинать спорные процессы, потому что это их работа, особенно если они видят других альтернатив, вы, скорее всего, не найдете. Тем не менее, задача юриста – это представлять интересы клиентов или интересы компании, если компания является клиентом. Что означает, если мы видим путь, по которому мы можем пройти и сэкономить время и средства, этот путь мы должны с вами обсудить. Очень часто директора компании или владельцы компании принимают решение эмоционально. Мы, как профессионалы, это должны увидеть. Мы должны остановить клиента, отодвинуть, дать ему время остыть, может быть, остановить разговор, может быть, послать что-то письменно, может быть, еще раз перезвонить ему через день или через два, если время того позволяет. И наша задача – решение проблем. Для того, чтобы решить клиенту проблему, ему нужно объяснить. Самый дешевый способ решить эту проблему – договориться. Договориться на берегу, как это все будет. Если у нас на берегу мы не смогли договориться, и мы начинаем уже непосредственно ругаться, идти по разным дорогам, наймите юриста или доверенное лицо, которое с той и с другой стороны сможет просто встретиться, обсудить и, может быть, найти решение. Но будьте готовы уступить в том или ином смысле. Есть медиаторы. Медиаторы – это люди, у которых есть юридическое образование, которые тоже помогут вам спором. Это будет более официально. Это услуга платная, но она не настолько дорогая, страшная и не так занимает долго времени. как судебный процесс. Судебный процесс, конечно же, это отдельная история, и об этом мы можем поговорить уже чуть позже, если нужно. Дай бог, что не нужно. Абсолютно согласен. Хорошо, Лиля, подскажите, пожалуйста, работе с поставщиками, контрагентами, какие контракты вы рекомендуете обязательно делать бизнесу? Как регулировать договорные отношения, если контрагент не желает сотрудничать и не соблюдает свои договоренности? Опять же, спасибо огромное за вопросы. Контракт – это тот инструмент, который вас защитит. Даже, конечно же, у вас не будет стопроцентной гарантии, что вы защищены со всех сторон, но на контракт вы всегда сможете ссылаться. По контракту мы сможем доказать вашу правоту, мы сможем заставить того же поставщика что-то вам довезти или предоставить какие-то услуги или сделать оплату. Каждый бизнес, какой бы маленький он ни был, всегда должен иметь письменные соглашения, договора с конкурентами, с поставщиками, с кем угодно. Потому что, опять же таки, это защитит не только компанию, но и вас. Это сэкономит время, средства. Мы, когда инкорпорируем компании, мы садимся с ними и проговариваем различные виды договоров, с которыми скорее всего наша компания будет сталкиваться. Мы также предоставляем ритейна услуги там, где вы можете пользоваться юридическими услугами два часа или там шесть часов в месяц любыми. Пусть это будет трудовое право, корпоративное, коммерческое или там ингрессионное или же просто вам нужно какое-то объяснение договоров, которые вы уже прочитали. Особенно, когда мы начинаем работать стартап-бизнесом, эта услуга, которую мы предоставляем, она очень сильно помогает стартапу, потому что она дает возможность дешевле получить профессиональный совет в том или ином направлении. Очень часто трудовое право используется, особенно для стартапов, как только у вас начинает расти компания, вы начинаете нанимать на работу людей. Это то, чем мы помогаем и объясняем. То есть себя нужно защищать через договора, себя нужно наперед думать, как это все будет и конечно же это вам поможет в дальнейшем планировании. да, спасибо огромное. Да, ну и такое, наверное, перед тем, как мы перейдем к вопросу еще такой проект. Как и я, думаю, вы часто к вам обращаются так называемые клиенты для поиска инвесторов, так как Лондон и Великобритания в основном как Лондон является и до сих пор, я думаю, что признается финансовым центром, Европы, мира, это как посмотреть, то конечно же здесь одно из самых важных направлений это поиск венчурного капитала, ангельских инвестиций либо инновационных грантов. Ведете ли вы сопровождение таких запросов и оценку рисков по ним? Спасибо за вопрос. Я работаю с двумя типами клиентов, которые будут сталкиваться с Angel Invest или Venture Capital и в основном мои клиенты приходят по визе инноватора ко мне. Некоторые требования этой визы позволяют использовать и привлекать VC инвестицию. Исторически у нас была иммиграция виза предпринимателя, там, где нужно было инвестировать 200 тысяч фунтов, можно было перевести свой бизнес в Великобританию или открыть новый, или присоединиться уже к существующему. И вот Venture Capital компании, с которыми мы очень тесно сотрудничали, они нам помогали, помогали нашим инвесторам, предпринимателям, которые начинали бизнес здесь. Так как эта категория была закрыта и новая категория по визе инноватора открылась, мы продолжаем помогать нашим компаниям, которые ищут инвесторов. Но очень часто мое участие в этом всем мероприятии это просто инфредакшн. Мы работаем с партнерами, с которыми давно мы уже знакомы, и вам не нужен юрист, который ведет вас по этому делу. Если вам нужно получить налоговый совет, вы идете к налоговику. Если вам нужно будет получить финансовую оценку риска, вы идете к финансисту или к налоговику или к юристу, который непосредственно только этим занимается. Когда к нам приходит клиент, мы имеем возможность оценить все направления, как вы рассказывали про вашу функцию, также оценить разные направления, которые нужны для клиента и предложить ему встретиться с нашими партнерами. Если это что-то такое, то что мы не можем сделать внутри. Или я вижу, что клиенту нужен просто кто-то, кто специализируется в этой отрасли. Мы часто проводим семинары, рассылки. Если я вижу, что один бизнес нуждается в знакомстве со вторым и с третьим клиентом, это организован обычно за ланчем. Давайте, наверное, перейдем к вопросу, которые у нас есть от наших слушателей, потому что я вижу, что мы с вами не поднимемся в наше время и сроки. Первый вопрос звучит так. Предлагается ли льготные кредиты финансирования для нерезидентов или имеющих в НСЖ для представителей бизнеса на покупки ТМЦ, обороты, условия, налоговые режимы, ставки и так далее. Наверное, больше клили. Давайте вы начнете, я добавлю, потому что я мало знаю за кредиты. Смотрите, да, здесь немаловажный вопрос. Для нерезидентов крайне сложно получить кредитование или какое-то новое именно внутри Англии. То есть это, я думаю, Калилей меня поддержит, что связано и с юридическими, естественно, с нахождением юридическим адресом и компаний, и лица, которые будут, естественно, привлекать этот кредит. Только, наверное, возможно, корпорации на таких уровнях, которые... Это первое. Для тех, у кого есть ВНГ, это, в принципе, возможно. Есть государственные поддержки, там, по-моему, 25 тысяч можно подавать так называемые стартапы какие-то. Есть даже муниципальные программы. То есть вам нужно подготовить бизнес-план, денежные потоки и записка такая экономическая, которая даже шаблонно предоставляется на сайте. На некоторых даже я был удивлен муниципалитетом. То есть есть так называемый бизнес-бэнк который тоже предоставляет, но это исключительно для небольших компаний. И, в принципе, там действительно идет на закупку и на так называемый старт этого бизнеса. Я с вами согласна, Максим. Я просто хотела добавить, что в зависимости от сферы бизнеса, которую вы хотите начать, тоже возможности разные. Насколько я знаю, Барклис открыл, не знаю, это существует или уже закрылся, был фонд, который как раз помогал стартап с финансированием стартапа для женщин, которые вышли из декрета и хотели вернуться или открыть что-то свое, новое. Очень многое, конечно, зависит от вашей миграционной истории в Великобритании. К этому еще и кредитная история у нас есть, которая строится со временем. Я буквально вчера разговаривала с клиентом, который приехал из Украины по украинской схеме, мы с ним обсуждали ипотеку, как можно взять дом в ипотеку, как это работает, кто такой брокер, даст ли банк ипотеку и так далее. То есть, к сожалению, здесь все очень много зависит от вашего статуса. И сам по себе вид на жительство вам мало что дает. Если у вас есть постоянное резиденство или долгосрочная виза, которая ведет к постоянному резиденству, такая как рабочая, виза инноватора, все что угодно, только не короткосрочная, не такая как студенческая, тогда мне кажется, что у вас есть шанс. Давайте перейдем к следующему вопросу. Если у кого-то нужно что-то уточнить, тогда уже можно будет с нами связаться. Следующий вопрос. Как сотрудничать с организациями, чтобы снизить риск и разрешить споры? Я думаю, Виля в основном уже ответила на него в течение вебинара. Согласен. Третий. Меня интересует торговля между Украиной и Великобританией, логистика доставки товаров из Украины. Боюсь ответить на этот вопрос, потому что сегодня у меня совет будет один, а завтра он будет совсем другой. Все зависит от сферы вашей деятельности. Как всем известно, логистика вывоза товаров с Украины это вообще отдельный вопрос, и этим вопросом будут заниматься не британские юристы, а юристы в Украине и скорее всего, наверное, кастомс. Конечно же, нужно понять, чем занимается ваш бизнес. Для одного из бизнесов мы помогали найти брокера, который организовывал доставки, который объяснял, кто страхует товар и кто его довозит и вывозит. на сегодняшний день все зависит опять же от продукта, который вы хотите вывезти и привезти. И не забывайте о том, что в вопрос нужно добавить еще и Европу, потому что если вы будете везти полем и лесом, то, к сожалению, вы будете проезжать сколько там стран Европы, ну, Польшу как минимум, да, или там Мойне. Так что нужно учитывать еще и то, что Великобритания уже не в Евросоюзе, случился Brexit, так что здесь такой вопрос, я бы сказала, вот, ну, не знаю, на неделю. Когда переходим к следующему вопросу, нужна помощь по открытию компании в Великобритании, хочу знать этапы и стоимость. Да, этапы очень простые, вы придумываете название компании, даете мне минимум, не знаю, три названия, мы название компании проверяем в реестре компании, которая называется Companies House, подтверждаем, что это название есть, вы нам говорите, сколько в этой компании будет учредителей, сколько директоров, если везде вы, то все хорошо, и компанию открыть вы уже можете за день, ну, два максимум, но это не проблема, проблема в открытии банковского счета в Великобритании, если он вам нужен, об этом мы отдельно сможем поговорить, когда меня кто-то спросит. Так, открытие компании очень дешевый сервис, я точно не помню, сколько это стоит, но это может быть что-то в пределах от 200 до 500 фунтов, но для этого вам нужен будет адрес Великобритании, либо вы можете дать свой личный, домашний, чего я не советую делать, потому что все его будут видеть, а лучше всего, конечно же, дать адрес, который вы будете использовать для получения корреспонденции, то есть какой-нибудь виртуальный или, как он у нас называется, registered address, эту услугу мы тоже предоставляем, так что все к нам. Классно, отлично. Следующий вопрос, какой бизнес я могу начать с 10 тысячами фунтов? Ну, здесь, опять же, наверное, стоит заметить вопрос локации, да, то есть я думаю, что по умолчанию, если люди думают о Лондоне, то это не та сумма, с которой, наверное, стоит приезжать как минимум в Лондон, то есть в лучшем случае вы сможете здесь, наверное, открыть, ну, что-то вроде стойки или какой-то там, ну, тележки с чем-то, я, наверное, ну, там, да, если мы рассматриваем, опять же, если вы хотите долгосрочные, а не какой-то там совсем, потому что здесь не только сам бизнес, а еще надо предусмотреть, что все, так называемые, расходы по, как ваши личные, так и по сопровождению всего этого будут достаточно высокими в Лондоне. Если вы рассмотрите другие локации, там, не знаю, это может быть Шотландия, Уэллс или еще что-то, там надо зависеть, вот, опять же, от, там вполне, там уже чуть реальнее, но, опять же, надо смотреть на тип бизнеса, вот я бы сказал, поэтому, ну, глобально я бы не рекомендовал с такой суммой, в принципе, ну, вот именно из моей практики, это, ну, наверное, скажем так, достаточно высокие риски того, что ты не не застрахован от так называемого стартового периода узнаваемости, вот, при такой сумме, вот, когда, ну, важно, чтобы люди начали понимать, что ты, там, продаешь этот продукт, либо, там, делаешь это, вот, если мы говорим про онлайн, то там чуть легче, но, опять же, надо смотреть нюансы, вот, вот, я так отвечу, если у вас есть что-то, добавить, я бы еще добавила, я абсолютно с вами согласна, что это все зависит от типа бизнеса, если мы говорим, что вы предоставляете какие-то консалтинговые услуги онлайн, то, кроме регистрации компании, может быть, какую-то страховку вам еще нужно будет купить, может быть, тоже под вопросом, все зависит от того, какое у вас, да, направление, тогда вам стартапа большого не нужно, но, если у вас не будет средства делать маркетинг, раскручивать свой бренд, вам займет, не знаю, там, в три, в четыре раза дольше достичь каких-то вершин и целей, здесь, может быть, выжить и можно, но заработать точно нет. Следующий вопрос, такой карьерный, больше, наверное, к Лилии со стороны юриста, переезд в Великобританию уже запланирован, сейчас, думаю, либо искать работу после изучения юриспруденции, либо открывать свой бизнес, что посоветуете? Открыть свой бизнес всегда можно, просто называть солиста или юристом скорее всего будет сложновато. Для того, чтобы предоставлять юридические услуги в Великобритании нужна практика, нужны сертификаты. Этот путь сейчас вроде бы стал легче, я не знаю, для меня он был сложный, и я прям не видела, что я могу приехать как юрист из Киева и уже тут быть адвокатом или солистом, или баррисом, нужно было проходить высшее образование, курс и регистрироваться два года тренинг-контракт, когда вы являетесь помощником юриста, там, где вы проходите практику минимум в четырех сферах разного права. то есть я бы даже для себя, меняю юрисдикцию, не имеет значения, это Великобритания или Киепр или Дубай, я бы для себя всегда советовала пойти поработать у кого-то. Вот как Максим говорил, да, чего тут придумать, велосипед, пойдите посмотрите, что соседи делают, вот пойдите посмотрите, потому что вы должны не только знать законодательство, вы должны чувствовать, какой тип клиента идет и вообще какая практика, какое настроение что ли в самом офисе. Кто-то работает медленно, я когда в свое время работала на разные компании, как раз это мне помогло принять решение, хочу ли я свой бизнес, нужна ли мне эта головная боль, готова ли я не спать ночами, не потому что у меня трое детей, а потому что у меня baby бизнес. и вот проработав на разных компаниях, причем я работала в Лондоне на одной очень известной компании, потом я переехала в компанию, работать в компанию за Лондоном, и вот я просто почувствовала огромную разницу, мне было очень скучно, я прям не могла поверить, что юристы приходят на работу в 9, уходят в 5, и у них есть перерыв 1 час, и они никуда не бегут, они не спешат, потому что большая юридическая компания, они спокойно работают, у них хорошие клиенты, они нервничают, они уходят домой вовремя, и Лондон, когда, я даже не знаю, какие у меня часы рабочие были, во сколько мы начинали, во сколько мы заканчивали, это было сложно сказать, ты все время вот в таком полете, что ли, то есть я для своих коллег, которых я очень сильно уважаю, всегда советую даже, не знаю, уйти на должность ниже, но просто посмотреть, как это все идет, и потом решить для себя, что же делать, а не ждать, кто-то вам что-то расскажет. Дальше у нас есть два вопроса, на которые мы уже ответили, как открыть компанию, предоставляющую различные услуги, и следующий, какой курс требуется в Великобритании для юристов, чтобы иметь право подать заявку на BPC или BRC, и хочу сказать, что у нас был отдельный вебинар, целый час мы разговаривали про карьеру юриста в Великобритании и как квалифицироваться, вы можете его найти на нашем YouTube-канале или написать мне с удовольствием отправлю вам ссылку. А мы переходим к следующему вопросу налоги в UK с личных средств и дохода. Потому что здесь просто такой большой мир, что это отдельный семинар или вебинар, поэтому я предлагаю наверное сказать, что либо индивидуально послать вам запрос, потому что мы сейчас можем сказать, а, но это будет, мне кажется, неполноценно. Я абсолютно согласна, потому что с налогами здесь тоже вопрос огромный. Есть налоги, когда вы трудоустроены, есть корпоративные налоги для компаний, есть налоги на тот капитал, который вы заработали до того, когда вы стали налоговым резидентом, есть понятие чистого капитала, есть понятие double taxation или double treaty, это когда налоговые структуры двух юрисдикций подписывают соглашение, говорят, слушай, если я заберу 20%, а ты 25%, отдашь мне разницу, хорошо, если мы друг другу передадим людей. и одно, что хочу сказать про налоги, мы советуем получить налоговую консультацию от налоговика до того, когда вы меняете юрисдикцию, собираетесь куда-то переехать или собираетесь куда-то уехать. У нас есть очень хорошие консультанты, мы будем рады в этом помочь. Да, у нас остался последний вопрос, Максим, извините, добавите что-то. Да, я просто поддерживаю Лилию, я рекомендую как минимум полгода, а то и год до вашего приезда получить данную консультацию, которая позволит, как раз это вам позволит структурировать все правильным образом для смены налоговой резиденции. Мы с нашими клиентами и живем либо с апреля по апрель, это налоговый период в Великобритании, либо с января по январь, это на Кипре, либо если мы смотрим на то, что мы открываем компанию в Великобритании, налоговый год самой компании, это с дня, когда мы ее открыли и год после, который тоже можно перенести, но я не буду вас путать. к этому всему мы еще рассматриваем физическое нахождение в Великобритании со стороны иммиграционной, уже не со стороны налоговой, потому что это разные вещи пребывания в Великобритании по резидентству иммиграционному и налоговому, и считаются они по-разному, там считаются ночи, у нас считаются дни, так что я просто хочу объяснить, что если есть святые люди, которые очень хорошо и сильно разбираются в налоговом праве, на них нужно молиться, с них нужно начинать и уже потом по их плану идти дальше и смотреть. Поддерживаю. Наверное, последний вопрос это ваш, например, я его вижу в чате, Злат, я думаю, что вы его можете. Надо ли регистрировать имя компании как бренд где-либо? Вы регистрируете имя своей компании, если вы хотите зарегистрировать трейдмарк, с этим мы можем помочь, если вы хотите получить IP rights, интеллектуальные права на какой-то свой проект, это не так просто, все зависит от того, что именно мы хотим запатентовать и уже зная, что нужно, мы можем сказать, сколько это будет стоить, сколько это займет, сложно, не сложно, нужно помнить, что, скорее всего, IP права нужно брать в каждой юрисдикции, где у вас будет использоваться ваш бренд или будет ваша компания, с этим направлением мы можем помочь, мы сейчас помогаем одной компании, которая переезжает с Казахстана в Дубай и собирается открывать представительство в Америке, и как раз мы смотрим на все договора, на перенос IP, что можно закрепить, что нельзя, и один с учредителей этой компании рассматривает Великобританию как место, где он хочет жить с семьей, то есть мы также смотрим на Великобританию, может быть, через инноваторскую визу, виза инноватора, как раз путь для того, чтобы к этому пойти, то есть да, в Великобритании это не все так страшно, и все очень открыто, доступно, найти все подтверждения можно, и я хочу повториться, Максим говорил, что нужно всегда найти специалиста, который бы вам помог в том или ином направлении, будь это для вашей семьи или компании, и трое в свой бизнес, я для себя решила и определилась, когда я работаю и сотрудничаю с специалистами в своем деле, Максим, я посмотрела на его профайл, на его веб-сайт, а там одна треть моих клиентов, причем это не я, которая порекомендовала Максима клиентам, я вижу, что профессионалы, мы все друг друга знаем, мы все в одной сфере, и наши клиенты, они всегда ходят к другому, они все нас знают, и это очень приятно, что у нас такое одинаковое направление, общее, и подход очень личный для клиента и для бизнеса, очень здорово. Спасибо. Спасибо, Лиля и Максим, больше вопросов у нас нет, если у вас появятся вопросы, пишите нам на почту, мы обязательно на все постараемся ответить, Лиля и Максим, благодарю вас за ваше время сегодня, очень содержательный у нас получился вебинар, всем участникам обязательно разошлем запись и выложим на YouTube, и всегда рады, всегда на связи, помочь вам с вашими вопросами, Лиля и Максим обязательно вас проконсультируют. Спасибо огромное, Злата, спасибо всем, кто дослушал нас, и мы вышли в линк с записью, я видела, что кто-то должен был убегать. Спасибо большое еще раз за приглашение, спасибо за кто принял участие, надеюсь, кто посмотрит дальше, обращайтесь, не стесняйтесь, со всем поможем вместе или отдельно уже как будет необходимы клиенты. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.